Всем привет! Это спецвыпуск о свадьбе Насти и Жени Ромашовых. Первые фотографии из торжества, образ жениха, невесты и звездные гости, а также подробности о родах Тани Репиной. Свадьба сейчас в самом разгаре. Ведущий Глеб Жемчугов, пользуясь случаем, развернул большую рекламную кампанию своих услуг, как Тамады и ведущего свадеб. Он своего не упустит. Теперь его популярность взлетит до небес. Давайте посмотрим, как оделись гости на свадьбу. Адеев всегда следит за собой, сейчас особенно. Аня Самонина в обалденные кофточки. У Ани, кстати, задержка, она переживает. Ребята помирились. Тигран Салибеков всё не может налюбоваться собой. Ульяна Кутузова, готовая к новым отношениям. Алена Опенченко в ярко-красном, закрытом, но очень сексуальном наряде. Так она прячет свой перебинтованный после операции бюст. Все красивые и нарядные. Но вот только Сергей Захарьяш пришёл ненарядный. Белые джинсы и синяя футболка. У Максима Моргенштерна прикольный костюмчик. А вот красотки Наталья Бичан и Аня Мадан. Бек уже всё донимал Аню вопросами. Почему первым женился Женя Ромашов, а не Максим Моргенштерн? Как так получилось? На что Мадан справедливо заметила, что всему своё время. Настя представила публике своего папу. Он всё-таки приехал. Мужчина оказался стеснительным, немногословным. «Всё хорошо», — говорит. «Я был рад очень опять тебя увидеть». Мужчине 46, он почти ровесник Адееву, но выглядит очень хорошо. Настя очень похожа на отца. Мужчина подвёл свою красавицу-дочку к Жене. И Ромашов, когда увидел свою суженую ряженую, расплакался. Это очень был волнительный момент. Невеста просто с ног сшибательно прекрасна. И в платье, и вот без платья. Самая красивая невеста дома два. Принцесса, куколка. Нахваливают её в сети. Дубровский и Грант помогали жениху собираться одеваться. Продумали образ, отпаривали ему даже костюм. Но зрители их старания не оценили. И раскритиковали образ жениха. «Почему», — пишет он весь в чёрном, словно на похороны собрался. «Какой-то он грустный, мрачный. Ему бы нарядную белую рубашечку. Тем более, что в ресторане под куполом очень жарко. Но дело хозяйское». «С другой стороны, невеста придаст ему необходимую свежесть. И на этом контрасте нежность и женственность её образа проявляются особо ярко». Ромашов говорит в сторис. «Сегодня классная погода. Ни жара, ни дождь. Погода нам благоволит. Принимаем ваши поздравления». И спасибо всем, кто уже поздравил. Свадьба началась сегодня в три. И будет длиться три дня. Об этом с радостью вот сообщили супруги Аганесяны. Так что продолжение следует. Ну и вторая интересная новость сегодняшнего дня. Таня Репина родила дочку Афиночку. Кто ставил на 25 число, вы угадали. Вес небольшой, 2,660. Все подробности Таня расскажет чуть позже, когда придёт в себя после родов. Выглядит она, кстати, отлично. Юная, здоровая. Что могло пойти не так? Гранта на родах не было. Ну и Безуса, судя по всему, тоже. Но, несмотря на расставание, Алексей сам отвёз Таню в роддом. В 7 часов утра малышка постучалась и тянуть было уже нельзя. Благо роддом близко, в 5 минутах езды. Весть о рождении дочери Афины застала Алексея на выходе из церкви. Представляете, только вышел из Дома Божьего, где молился за дочь, и сразу же пришла смска от Тани. Я просила Бога помочь в родах, чтобы доченька родилась здоровенькая и красивая. Я расплакался, когда Таня написала, что у нас родилась дочка. Для меня это непередаваемое событие. Меня поймут только родители. Я наполнен светом. Этот свет выходит, и мне хочется забыть про все проблемы и окружить дочку своим теплом. Я очень благодарен Тане за все. Спасибо большое. Я люблю свою дочку. А с Таней будем жить и думать, как нам жить дальше. Главное, у нас есть любовь к нашей дочери. Безус уже выпил на радостях и зашигает на свадьбе Ромашовых. Два приятных события одновременно. Ведущий Глеб Жемчугов поздравил дважды отца прямо во время торжества. На этом пока все. Подписывайтесь. Будем следить за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин